Авиакомпания «ЮТЕЙР» С 23 февраля авиакомпания «ЮТЕЙР» вернется к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Наринмар-Москва-Наринмар. В регионе идет прием ходатайс на награждение окружным знаком отличия «Трудовая доблесть». Ежегодно знака 3, 2 и 1 степени могут быть удостоены 6 граждан, имеющих трудовой стаж 5, 10 и 15 лет соответственно. Награды поощряются работники различных отраслей за значительный вклад в социально-экономическое развитие Нинского округа, добросовестную эффективную работу в производственной сфере. Представление о награждении знаком отличия вносится руководителями или трудовыми коллективами организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также главами муниципалитетов. Комиссия по наградам при губернаторе Нинского автономного округа принимает ходатайство на награждение срок до 1 февраля 2020 года. В минувшем году знаком отличия трудовая доблесть были отмечены наладчик оборудования в производстве пищевой продукции Наринмарского хлебозавода Юрий Политов, оленевод из ПК Ниньской общины «Канин» Федор Латышев, мастер ремонтно-восстановительного цеха Наринмарского ПОКТЭС Владимир Молченицкий, инженер электросвязи участка связи обособленного подразделения ЗАО «Печорнефтегазпром» Александр Коткин и начальник планового экономического отдела акционерного общества «Месопродукты» Ольга Хмаренко. Ниньский краеведческий музей приглашает горожан принять участие в конкурсе «Фотографии охотники за сиянием». Мероприятие проводится в рамках «Дня холода». Заявки принимаются до 21 февраля. Участники могут направить на конкурс до двух фотографий, которым необходимо дать название, указать место и время, также написать краткую историю ее создания. С требованиями к фотографиям и критериям их оценки и порядке проведения конкурса можно ознакомиться в положении на сайте организатора. Победителя и притеров определяют до 15 марта. Их наградят грамотами и памятными подарками. Лучшие фотоработы будут представлены на выставке «Охотники за сиянием» в Ниньском краеведческом музее с 1 марта по 30 апреля текущего года. Комплексный центр социального обслуживания населения Ниньского округа открывает сезон работы мобильной социальной бригады. Первый выезд запланирован на 20 января в село Оксино. В рамках поездки жители поселений смогут получить квалифицированную консультационную помощь по вопросам здравоохранения, правовым и трудовым вопросам. В состав мобильной социальной бригады войдут руководители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ, специалисты Госюрбюро, отделение социальной защиты населения и Центра занятости. Традиционно в поездке мобильной социальной бригады направляется специалист отделения социальной помощи семье и детям комплексного центра социального обслуживания для работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Кроме того, в поездку отправятся представители Центра медицинской профилактики Ниньской окружной больницы для проведения скрининговых осмотров населения с целью выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В январе 2020 года также запланированы выезды в Лабожское и Коткино. В течение года социальный десант посетит Щелино, Нельминос, Анди, Кхангурей, Каменку, Макарова, Тельвиску, Красное. В Ненинском округе началась перерегистрация получателей ежемесячных компенсационных выплат на детей. Эта ежегодная процедура продлится до 1 апреля 2020 года. Как пояснили в профильном департаменте, подтвердить право на получение компенсации необходимо жителям Заполярье, получающим так называемые детские, назначение которых зависит от размера среднедушевого дохода семьи. К числу таких выплат относится ежемесячное пособие на ребенка. Его минимальная величина составляет 1000 рублей, для одиноких матерей – 2000. Пособие получают семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Ненинском округе в расчете на душ населения. Кроме того, до 1 апреля необходимо подтвердить право на получение ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю, воспитывающему ребенку на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольной образовательной организации. Размер такой выплаты составляет 6000 рублей. Мер социальной поддержки распространяется на детей от 1,5 до 4 лет, которые воспитываются на дому и стоят на очереди в детский сад, а также на детей от 1,5 до 8 лет, если в населенном пункте по месту проживания ребенка нет дошкольной образовательной организации или невозможно посещать детсад на основании медицинского заключения. На социальную поддержку из бюджета НАУ могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не более однократной величины прожиточного минимума. Еще одно пособие – ежемесячная компенсационная социальная выплата многодетным семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума, установленного в Ненинском округе для детей. Право на получение указанной выплаты распространяется на многодетные семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает одного прожиточного минимума. С заявлениями на перерегистрацию жители Заполярье могут обращаться в отделение социальной защиты населения по адресу Наринмар, улица Сопрыгина, 9-Б или в отделение МФЦ. Важная информация. Для жителей Заполярье с 1 января 2020 года в Ненинском округе установлены льготные тарифы для населения на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льготный тариф определен в размере 520 рублей за кубический метр отходов на человека. При существующих нормативах накопления отходов ежемесячная плата за услуга по обращению с ТКО для жителей Наринмары поселка Искатели составит 115 рублей 27 копеек на каждого человека, постоянно или временно зарегистрированного в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше 50 рублей 27 копеек. С введением льготного тарифа население будет оплачивать только часть от ранее утвержденных тарифов региональных операторов. Для примера, экономически обоснованный тариф регионального оператора комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию на услугу по обращению с ТКО установлен на первое полугодие в размере более 972 рублей за кубический метр, а с 1 июля свыше 1292 рублей. Существенный рост тарифа связан с началом обезвреживания мусора в четвертом квартале 2020 года. Финансовую нагрузку по компенсации выпадающих доходов региональных операторов при установлении льготного тарифа для населения возьмет на себя бюджет Ниньского округа. В 2020 году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей. Как отметили в Управлении по государственному регулированию цен тарифов, итоговый размер платежа с человека в Ниньском округе будет ниже, чем в соседних северных субъектах. Напомним, с 1 января 2020 года Ниньский автономный округ переходит на новую систему обращения с ТКО, которая предполагает, что за всю технологическую цепочку обращения с ТКО, от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне, будут отвечать региональные операторы. В Ниньском округе это муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» и муниципальное предприятие Заполярного района «Севержелкомсервис».